В Набережных Челнах проходит месячник по профилактике сахарного диабета. Заболевание, при котором у больного нарушаются все виды обмена веществ. Медики различают два его типа. Первый – инсулинозависимый, требует постоянного контроля и лечения препаратами инсулина. Второй тип – инсулиннезависимый, это самый распространенный тип сахарного диабета. Встречается в основном у взрослых людей. А вот как обезопасить себя, расскажем прямо сейчас. Сидение за компьютером заменяем прогулкой. Это первый шаг к защите от сахарного диабета. По словам врачей, физическая активность – лучшее лекарство в борьбе за правильный обмен веществ. Я успеваю играть в компьютер, делать домашнее задание и на улице играть. А что тебе дает играть? Здоровье, успехи в школе и дружба. Второй шаг – ежегодное обследование. Это особенно важно для тех, кто входит в группу риска, обладателей избыточного веса, а также у кого есть родственники с диабетом. В период месячника измерить уровень сахара можно бесплатно. В «Обществе больных диабетом» в 31-м комплексе акция будет проходить до конца ноября. Я веду здоровый образ жизни, стараюсь правильно питаться и заниматься спортом. Но все-таки тоже решил поучаствовать в акции и проверить свою кровь на сахар. Мой результат в рамках нормы – 5,5. И это, собственно, не натощак. Но так везет не всем. Просто проверить – это кровь пришла. Читала в газете, что проверяет бесплатно кровь, пришла проверить кровь. Я пенсионерка. Результаты повышенные. Повышенные нормы. Впрочем, это еще не говорит, что у Берлиан-Владыговой диабет. Во-первых, для более точных результатов нужно будет сделать замер натощак. Во-вторых, пройти еще ряд медицинских проверок. К слову, много времени это не займет. Например, на новом аппарате анализ одного больного занимает всего 5 минут. Это прибор для анализа глютилизированного гемоглобина. Нужен он для правильной постановки диагноза сахарного диабета и его стадий сахарного диабета. В какой форме сахарный диабет находится. В компенсированной, субкомпенсированной или уже декомпенсированной стадии. Ежегодное обследование по акции проходит порядка 20-30 тысяч людей. Многим это позволило узнать о болезни на ранней стадии, что дало им преимущество в борьбе за собственное здоровье. Нашему общественной организации 5 лет. Когда мы начинали, по регистру, медицинскому регистру, государственному регистру, больных с сахарным диабетом было зарегистрировано 5700 человек. По результатам 2011 года уже более 10 тысяч людей болеют с сахарным диабетом. Это не говорит о том, что они раз и появились. Это работа нашей общественной организации. Предотвратить развитие сахарного диабета можно и самостоятельно. Нужно правильно питаться, распрощаться с сидячим образом жизни и забыть о вредных привычках.